Айболиты 21 века Это не игрушки. Компьютерные стрелялки и гонки официально признали новым видом спорта. На крючке благовещенская мастерица вяжет софы котов в японской технике. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте. Расплатиться за долги машиной предложили благовещенцу, который недоплатил 109 тысяч рублей банку и еще 2000 по штрафам ГИБДД. Должника задержали на благовещенском посту ГАИ. Как признался мужчина, кредит он брал небольшой, всего 50 тысяч рублей. Но уже больше полугода ежемесячная оплата по нему происходила частично. Вернуть всю сумму на месте мужчина не смог. Судебным приставом пришлось наложить арест на автомобиль должникам. Предварительно его оценили в 50 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы покрыть только часть долга. Сейчас составим актописи ареста, оставим ему на ответственное хранение автомобиль, то есть без права пользования. У должника будет 10 дней для погашения задолженности. В случае, если он не погасит в установленный срок задолженность в полном объеме, автомобиль будет передан на реализацию и денежные средства, которые пойдут на погашение задолженности. С начала операции «Должник», которую с 13 июня совместно проводят приставы и инспекторы ГАИ, автомобилям за долги поплатились три водителя. 38 амурчан получили запрет на выезд за границу. Семерых ограничили в управлении транспортным средством до полного погашения долга. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин. Программа «Город». Еще 140 благовещенцев с начала года лишили своих велосипедов. Не из-за долгов, правда, из-за собственной беспечности. Полицейские даже памятку выпустили, где прописали все меры предосторожности от кражи. Ее внимательно прочитала Кристина Коширина. Ей слово. Золотое правило любого велосипедиста никому и ни за что не доверять своего двуколесного товарища. Особенно малознакомым людям. Сторожите, пожалуйста. Вдруг среди них затесался какой-нибудь почтальон Печкин в поисках доброго настроения. Не оставляйте своего друга без присмотра на улице. Припаркуйте велосипед в поле зрения видеокамер. А еще лучше отцепите от транспорта седло. Его отсутствие, как правило, вора остановит. Не оставляйте велосипеды на лестничных площадках и в подъездах, даже если вы пользуетесь специальным противоугонным средством. Для продвинутых злоумышленников это уже изученный способ. В большинстве случаев такие тросы деактивируются за 3 минуты. Если хранить велосипед в подъезде все же приходится, находясь в доме, не открывайте незнакомцам входную дверь. Кто? Почта. Часто злоумышленники представляются почтальонами, участковыми или друзьями соседей, у которых домофон не работает. Имейте при себе аргументы, которые смогут доказать, что вы истинный владелец велосипеда. Обязательно храните паспорт двухколесного, его фотографию и перепишите идентификационный номер на раме. Для пущей уверенности оставьте на нем любые особые приметы. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город». Координаты телефонных хулиганов с 2017 года будут выявлять за считанные секунды. Это станет возможным благодаря аппаратному комплексу «Безопасный город», вернее, дополнению к нему, которое установят в Благовещенской единой диспетчерской службе в следующем году. Необходимость в такой программе огромная. 76% звонков, принимаемых в ЕДДС, оказываются ложными. Звонящие молчат или смеются в трубку. Чаще всего это шалости детей, говорят в МЧС, и просят родителей присматривать за своими чадами. На первый взгляд, невинное баловство может привести к необратимым последствиям. Звонков очень много. Это выводит, занимает линию и нарушает работу диспетчерской службы. То есть диспетчер понапрасну отвлекается, тем самым в этот момент кто-то нуждается в помощи. И речь идет не о минутах, а иногда о секундах. Теперь хулиганов будут ловить. Координаты звонящего программы определит после первого жигутка. Дальше разбираться будет полиция. Сотни общественников собрались сегодня в Дальгао, чтобы научиться правильно взаимодействовать с властями и бизнес-структурами. Там открылся региональный гражданский форум. Я вас всех хочу поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Это в первую очередь. За ваше терпение. Там, где оно заканчивается, начинается выносливость. Почему? Потому что мы все патриоты нашей страны хотим сделать одно общее дело – развиваться. Глава области вручил восьми амурчанам премии за вклад в реализацию государственной молодежной политики. А в общем участие в форуме приняли более 250 представителей общественных организаций, исполнительных и законодательных органов власти, бизнесменов, а также делегаты из еврейской автономной и сахалинской областей. Форум продлится два дня. За это время в Дальгао пройдут презентации, дискуссии, межсекторные переговорные площадки, мастер-классы. Российские медики в предстоящее воскресенье отметят свой профессиональный праздник. Впрочем, поздравлять их начали заранее. Награды в торжественной обстановке лучшим специалистам сегодня вручили первые лица города и области. Губернатор Александр Козлов первым делом вручил благодарственное письмо от имени президента. Его обладательницей стала заведующая отделением Зейской городской больницы Елена Алексикова. Еще восемь человек получили благодарности от имени самого руководителя области. Медицинский работник должен идти на работу с улыбкой, с счастьем, потому что он несет счастье людям, в их семье, и он человеку позволяет жить дальше счастливым человеком. Я от себя лично, еще раз от жителей Морской области, желаю вам здоровья, улыбок. Четыре врача из Благовещенска получили награды от мэра города Валентины Калиты. Я желаю всем вам мудрости в принятии решения, терпения в работе со всеми нами, поскольку все мы такие разные и нетерпеливые, и не всегда выдержанные, но всегда, всегда с почтением и уважением смотрящие на людей вашей профессии. Всего же поощрений сегодня удостоены были 22 медицинских работников. А в Медицинской академии сегодня наградили еще три десятка врачей за особые заслуги. Трое из них сотрудники перинатального центра. Юлия Григорьева, Евгений Дегтярев и Анатолий Судаков получили премии за проведение полгода назад уникальной операции «Спавшей жизнь человека». Подробности в сюжете. Живот не болит, не тянет, все замечательно. Бывает, чуть-чуть тянет. Беременность какая по счету? Первый раз тянет в перинатальном центре. Ну ложитесь, посмотрим на ваш животик. Будущую профессию акушер-гинеколог Юлия Григорьева выбрала за романтичность. Всегда считала, что нет ничего милее, чем слушать, как бьется сердечко еще не появившегося на свет человека. За 12 лет работы мнение не изменилось. В перинатальном центре пациенток ведет уже 5 лет. А операция, где в прямом смысле пришлось побороться за жизнь роженицы, состоялась полгода назад. У женщины были преждевременные роды, трое детей. Самая маленькая масса была около 500 грамм, самый большой 990 грамм. Начались роды, выполнена была операция кесарево сечения, все дети живые и закричали. Вместе с Юлией в операционной тогда был и Евгений Дегтярев, врач-анестезиолог-реаниматолог. Он признался, на самом деле спасенные жизни – дело рук не одного и даже не двух человек. Это было в 12 часов ночи началось. Работали хирурги, хирургическая бригада, анестезиологическая, реанимационная, три бригады неонатологов. Это порядка 20 человек. Нужно сказать, что это слаженный профессиональный труд каждого из них привел к тому, что четыре жизни мы спасли. Для новорожденных малышей в перинатальном центре все предусмотрено. Их выхаживают в отделении реанимации новорожденных. Неонатологи создают в кувезах условия, в которых крохи находятся как в утробе мам. А тех, кто пока еще не может самостоятельно дышать, подключают к специальному аппарату. Они ограждаются от лишнего шума, от лишнего света, от лишних осмотров. Потому что, когда они находятся внутри мамы, они же защищены от внешних условий. Поэтому мы должны повторить эти условия. А главное, мы даем общаться детям с родителями. То есть даже если дети у нас находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, мы применяем так называемый метод кенгуру. Это когда ребенок может выкладываться на грудь маме или папе и общаться в это время с родителями. Число операций, связанных с патологиями беременности, с каждым годом растет, говорят специалисты. Перинатальный центр за пять лет вышел на свою максимальную мощность. Здесь ежегодно появляются на свет 3000 малышей. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город». Мастер спорта по компьютерным играм. С сегодняшнего дня такое звание официально могут присуждать и в России. В силу вступил приказ о внесении киберспорта в реестр спортивных дисциплин. В Благовещенске тренировки по нему пока проходят на любительском уровне. Какие планы строят местные киберспортсмены и сколько на этом можно заработать, узнаем прямо сейчас. День спортсмена Максима расписан по минутам. С утра бег, после стрельба, ориентирования и занятия единоборствами. И все это в реальности. Виртуальный. Как и его друзья Максим киберспортсмен. Просьба не путать с геймерами, предупреждают благовещенцы. Компьютерные игры для них больше, чем увлечения. Парни участвуют в соревнованиях по Дота 2. Тренируются, не жалея себя. Правильное питание для киберспортсмена это любая еда. Просто главное понесено на компьютер вовремя. Я поел и уже как бы ты все, не голодный сидишь, играешь. Я в среднем где-то уделяю, наверное, по часа 3 как минимум в день играю. Но сейчас более реже, потому что экзамены и тому подобное. Но так, когда выходные, я могу от 3 до 6, 7 часов просидеть за компьютером спокойно. Правда, возможность участвовать в соревнованиях по киберспорту ребятам выпадает не часто. Отбор на серьезные турниры проходит в режиме онлайн, в основном на Западе. То есть с 6-часовой разницей во времени. Ездить на соревнования не хватает денег. А в Благовещенске их не проводят. Впрочем, это парни планируют исправить. Думают о создании федерации. Уже нашли спонсоров. Тем более, что этот спорт может стать неплохим источником дохода. Если брать конкретно Дальний Восток, то у нас есть команда по Контор Срайку, которую подписала китайская организация. И они сейчас играют, можно так сказать, на профессиональном уровне и получают за это заработную плату. Минимум по тысяче долларов. Призовой же фонд на крупных соревнованиях идет на миллионы. А на некоторых участников даже проверяют на допинг. После того, как однажды киберспортсмен-победитель признался в том, что до выхода в виртуальную реальность принимал препарат, стимулирующий работу мозга. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город». Легендарные бегемотики из киндер-сюрпризов 90-х, коллекция старых чемоданов середины прошлого века и набор фотоаппаратов от советских до современных. В Доме народного творчества открылась необычная выставка «Мое хобби». Вручную кассеты перематывались либо на карандашах, либо на ручках до полной перемотки. Также берегли батарейки, но магнитофоны чаще всего от проводов работали. Берегли именно пасеки. Алексей Зимников – основатель, идейный вдохновитель и основной поставщик экспонатов на выставку «Мое хобби». За 30 лет жизни собрал почти две сотни разных коллекций. Самые любимые представил на семи из десяти выставочных стендов. Но главная его страсть вот уже три года – коллекционирование фигурок из игры «Старкрафт», в которую играет с середины девяностых. Получается, из самых ценных, наверное, этой коллекции – это вот фигура «Керриган» из компьютерной игры «Старкрафт». То есть, ну, цена она в большей степени для фанатов самих этой игры, но так в интернете ее цена сейчас варьируется от 5 до 25 тысяч рублей на разных сайтах. Героиня игры – получеловек, полунасекомое, то есть с большими возможностями, детальная проработка и ручная раскраска. Всего в выставке представлено три десятка разных коллекций – от пяти собирателей из Благовещенска. Это только фрагменты запасов. Большинство подборок насчитывают сотни экземпляров. Вход на выставку свободный. Полюбоваться увлечениями горожан можно до 1 июля. Хобби героини нашего следующего сюжета – родом из страны восходящего солнца. С помощью особой техники вязания она создает милых зверюшек. За полтора года из-под ее крючка вышло более 200 игрушек. Затем, как происходит создание очередного любимца, наблюдал наш корреспондент. Все эти игрушки связаны за этот год. Самая любимая, наверное, та, которая связалась последняя. В квартире у Людмилы Недогаровой настоящий зоопарк. Птицы, слоны, лягушки и, конечно же, котики. Все сделаны в японской технике амигуруми. О ней Благовещенка узнала из журнала по рукоделию. И творит уже полтора года, невзирая на сложность. Время уходит в среднем от трех дней. Делается долго. Здесь вот, ну, так, пафосно сильно, творческий все-таки процесс. Это надо сидеть, думать, надо видеть ее. Иногда эту мордочку приходится несколько раз переделывать. Впрочем, начинать мастерица рекомендуется изделие попроще. Тех, на исполнение которых уходит меньше часа. Вот маленького такого совенка, маленький берелок сделаем. Берем разноцветную пряжу. Обычными столбиками вяжем кружок одного цвета. А после обвязываем его вторым и третьим, пока заготовка не превратится в мешочек. Главное условие – аккуратность. Еще один секрет красивой игрушки – сама пряжа. Тут не тот случай, чтобы распустить старую кофту и связать игрушку. Потому что в любом случае пряжа будет мятая, она так не ляжет. Из старой кофты получится старая игрушка. В лучшем случае это будет в стиле винтаж, если так уж получится. Но в худшем случае, как правило, ничего хорошего из этого не получается. Готовый мешочек нужно набить специальным наполнителем. Жалеть его не надо. Изделие должно пружинить. Затем закрепить швы у края. Последний этап самый творческий – декорирование глаз и крыльев. Элементы нужно связать в такой же технике. И не забыть про кольцо крепления. Такой у нас получился брелочек. Можно его на сумочку детскую, на ключи. Кстати, свои произведения мастерица продает. Такой брелочек обойдется в пару сотен рублей. А за тысячу две отдаст игрушки побольше. Кристина Коширина, Денис Лугов. Программа «Город». Пробежать по набережной Амура в поддержку четырех тяжелобальных детей приглашают горожан. Завтра в Благовещенске пройдет благотворительный марафон «Ради жизни». В общей сложности на лечение ребят нужно собрать более 9 миллионов рублей. Диагнозы у детей серьезные. Алексею Калачикову требуется трансплантация почек. У Ромы Новика – сахарный диабет. У Наташи Захватовой – остеосаркома. У Максима Шестопалова – рак брюшной полости. Каждый, кто встанет на старт, сможет помочь этим ребятам, сделав взнос в размере 500 рублей. Пробежать горожане смогут любую из трех предложенных дистанций – 300, 1000 и 3000 метров. Регистрация начнется в 16 часов в районе Триумфальной арки. Открытие в облом маркета и праздник в настоящем идейском стиле ждут горожан в предстоящие выходные. Чем еще можно занять себя в субботу и воскресенье, расскажем прямо сейчас. В субботу, 18 июня, в 3 часа дня в районе Триумфальной арки начнет работать в обломаркет. Это выставка, ярмарка и фестиваль в одном флаконе. Там можно приобрести хендмейт работы местных мастеров и вещи российских брендов. В 5 часов вечера в район Ротонды приглашают всех ценителей индийской культуры на тематический праздник. В это же время на спортивной площадке городского парка начнутся соревнования по пляжному волейболу. «Опасный поворот» ждет благовещенцев в 18.00. Спектакль с таким названием покажут в городском доме культуры. В воскресенье, 19 июня, в 13.30 в школе номер 16 откроется кубок ДФО по судомоделированию. В 3 часа дня в район Триумфальной арки приглашают тех, кто в субботу не успел посетить в обломаркет. А самых маленьких горожан ждут в ОКЦ. Там в 16.00 ростовые куклы покажут спектакль «Свинка Пеппа на каникулах». Это была последняя информация нашего выпуска. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новости информационного агентства «Город» можно прочитать на нашем сайте tvgorod.rf, а также позвонить в редакцию можно по телефону 524202. Всего вам доброго, хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова